Вот эта улица, вот этот дом. О том, что здесь жил режиссер Леонид Гайдай, напоминает лишь небольшая мемориальная доска, почти полностью закрытая деревьями, да металлическая табличка на калитке. Памятную доску повесили в 2003 году. Тогда и начались первые разговоры о возможном создании музея в доме знаменитого режиссера. Однако родственники требуют за дом компенсацию. Три квартиры по количеству прописанных в нем человек. Дом в любом случае имеет историческую ценность. Ведь Леонидович не только жил в этом доме, но и сам помогал отцу его строить. Поэтому, конечно, дом безусловно ценен как исторический предмет. Но, опять же, обсуждаются разные варианты использования или перенесения дома. Но пока мы ничего не можем делать. Еще раз повторюсь, это частная собственность. Право на следование дома на улице Касьянова имеют трое. Актриса Нина Гребешкова, вдова Леонида Гайдая, Константин Иванович и Вера Александровна, племянники режиссера. Вдова режиссера давно отказалась от своей доли в пользу того, чтобы там создали музей. А вот племянники Гайдая договориться так и не смогли. Вера Александровна на контакт с журналистами не идет. Дом на улице Касьянова стал яблоком раздора и для родственников знаменитого режиссера. По телефону нам удалось связаться с одним из них, с племянником Гайдая Константином. Вот уже несколько лет он проживает в маленьком пристрое. На большее Константина не претендует. А со своей двоюродной сестрой Верой, в собственности которой находится дом, не общается уже много лет. Сейчас дом Гайдая находится в полуразрушенном состоянии. Несмотря на памятную доску, мало кто из иркутян здесь бывает и знает о его существовании. В нем квартирует очередная семья, жители ближнего зарубежья. Дом сдается в аренду за 7 тысяч рублей в месяц. Его судьба в руках родственников. Все зависит, конечно, от родственников. Как дом находится в их собственности. Поэтому сейчас они должны заботиться о том, чтобы дом находился в надлежащем виде, в надлежащем порядке. Но если наследники все-таки примут решение о передаче этого дома в ведение муниципалитета, то тогда уже, конечно, будет вопрос решаться по-другому. Переговоры с родными Гайдая продолжаются. А те фотографии и личные вещи Леонида Иовича, которые уже переданы в фонды музея истории Иркутска, станут частью экспозиции музея кинематографии. Такой планируют создать в Иркутске. Он расскажет не только о Леониде Гайдае, но и об актерах и режиссерах, которые начинали свой творческий путь в нашем городе. Алина Вовчик, Александр Барановский. Новости сей час.